Маршруток на городских улицах становится меньше, а муниципального транспорта больше. И тенденция сохранится. До конца года в Брянск поступят 32 автобуса в большой вместимости. Сейчас маленькие автобусы часто сами уходят с нерегулируемых маршрутов, сказал Игорь Чубчиков. У тех, кто перевозит пассажиров, теперь появляется много новых обязательств. Обслуживание должно отвечать современным требованиям. При этом нет задачи полностью убрать маршрутки с городских улиц. В первую очередь организовать грамотный процесс пассажирских перевозок, где основу пассажирских перевозок должны все-таки быть муниципальные маршруты с регулируемым тарифом. Это муниципальные маршруты, работающие по расписанию. Муниципальные маршруты, работающие с предоставлением всей льгот, работающие с электронной системой оплаты проезда и показывающие движение в режиме онлайн. За последние годы сотни новых автобусов поступили в городское автотранспортное предприятие. По сути, настоящая транспортная революция произошла под руководством главы региона Александра Богомаза. Беспрецедентные средства областного бюджета пошли на решение транспортных проблем. Проработаны новые маршруты. В итоге, как сказал Игорь Чубчиков, 260 новых и вместительных автобусов с четким расписанием заменяют 300 маршруток. Ни единственный маршрут не будет отменяться без альтернативы в части предоставления муниципального маршрута по регулируемому тарифу. Объединять троллейбусное управление и автотранспортное предприятие городские власти не планируют. А вот развивать электрический транспорт планы есть. Брянская городская администрация защитила инфраструктурный проект по развитию троллейбусного управления. Инициатива была поддержана губернатором Александром Богомазом, а потом одобрена на федеральном уровне. Общая сумма проекта 4 миллиарда рублей. Что туда войдет? Туда войдет полное обновление парка подвижного состава троллейбусного предприятия, 100 единиц троллейбуса. Туда войдет обновление инфраструктуры, это тяговые подстанции, это кабельные линии, которые под землей. Это контактная сеть и опоры контактной сети. Это спецтехника для предприятия, чтобы она могла грамотно и своевременно обслуживать транспортную сеть. На городских улицах появится 13 троллейбусов с автономным ходом. Такие машины могут заряжаться во время движения, чтобы проезжать небольшие участки пути без контактной сети. Рассматриваем вопрос по установлению муниципального маршрута до микрорайона Десноград. Там, где нет контактной сети, но там, где у троллейбусного предприятия, будет возможность транспортного обслуживания населения нового троллейбуса с автономным ходом. Сокращать интервал движения, четко следовать расписанию при любых обстоятельствах. Эти и другие задачи сейчас стоят перед городскими транспортными предприятиями. При этом в Брянске прорабатывают новые транспортные маршруты. Будут усилены направления, соединяющие микрорайоны новой застройки. Светлана Дробкова, Наталья Будник, Виктор Левченков. События. Брянск.